Встреча губернатора Харьковской области с жителями Краснокутского района проходит в формате вопрос-ответ. Одна из основных тем обсуждения – состояние местных дорог. Я хочу сказать, что Краснокут-Пархумовка – это ещё не конец дороги. По словам Игоря Райнина, уже в ближайшее время на ремонт дорог направят 2 миллиона гривен. На их реконструкцию район получит субвенцию из областного бюджета. Бюджет района перевыполняется на 30% по отношению к плану, а по сравнению с прошлым годом – плюс 40%. Вот это настоящие показатели того, как люди честно, правильно и патриотично работают. Субвенция областного бюджета местному бюджету Краснокутского района в этом году составит 62 миллиона гривен. Аварийный ямочный ремонт уже выполнен на дороге Старый Мерчик-Мурафа-Краснокутск. Участок Богодухов-Краснокутск готов на 80%, Краснокутск-Пархумовка – на 70%. Кроме того, отметил Игорь Райнин, дополнительное финансирование получит Центр детского и юношеского творчества. На его капитальный ремонт планируют выделить 600 тысяч гривен. Ещё 400 тысяч направят на ремонт сетей внешнего освещения на территории Калантаевского и Рябаконевского поселковых советов. 300 тысяч на реконструкции водопровода. Я, как депутат областного совета и как глава областной администрации, буду выносить этот вопрос на ближайшую сессию областного совета, которая состоится в конце августа. Следующий вопрос – это ремонт водопровода в селе Водяное Краснокутского района. Выносим около 600 тысяч гривен на то, чтобы закончить и сделать этот объект Дом культуры в Пархумовке. Также в районе продолжается работа по обновлению электросетей. Выполнена замена шести опор линий электропередач. До конца сентября специалисты «Облэнерго» планируют расчистить 13 километров ЛЭП, заменить сотню опор и 13 километров проводов, а также капитально отремонтировать 13 трансформаторных подстанций. Елена Захаренкова, Анастасия Горелкина и Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».